А знаете ли вы, как от трансформатора переменного тока запустить моторчик постоянного тока, если у вас нет даже самого маленького диода? К примеру, это можно сделать с помощью стакана с содовым раствором и вот такой алюминиевой ложки. Не верится? Посмотрите, как это будет происходить. Если просто так подключить моторчик постоянного тока к трансформатору переменного тока, то ничего хорошего не будет. Будут перегреваться обмотки, моторчик будет тарахтеть и жужжать, трансформатор будет греться, но крутиться мотор не будет. Давайте включим и посмотрим, что произойдет. Ничего. Для того, чтобы моторчик постоянного тока крутился от трансформатора, нам нужен выпрямитель. Этот выпрямитель легко сделать своими руками с помощью стакана, алюминиевой ложки и ножа или карандаша. А можно и то, и другое использовать вместе. С помощью алюминиевой ложки мы возьмем немного соды, добавим в стакан. Ну и, конечно же, не забудем про воду. Размешиваем хорошенько, чтобы получился раствор. Итак, раствор соды у нас уже есть. У нас есть большой грифельный карандаш, из которого мы достанем грифель. Но прежде мы, конечно же, в раствор окунем алюминиевую ложку. К ложечке приделаем проводочек, чтобы можно было подключить ложку к трансформатору. Закрепим ложку вот такой прищепочкой на краю стакана. Так будет удобнее. И проводочек прикрутим прямо к трансформатору. Это легко, просто и можно сделать даже без паяльника. Все, мы прикрутили провод прямо к ложке. И что, вы думаете, из этого получится диод? Неужели? Нам не хватает еще грифеля от карандаша, либо стального ножа. У меня есть большой карандаш, вот такой, вот с таким грифелем. Мы его положим прямо вот сюда. Соприкасаться они здесь не должны, иначе будет замыкание, и наш выпрямитель работать не будет. Теперь нам можно подключать через вот этот импровизированный диод наш моторчик. Давайте подключим его прямо к проводам сюда и к трансформатору. У нас получилась цепь, состоящая из трансформатора переменного тока и моторчика постоянного тока. Вот теперь давайте попробуем включить и посмотреть. Моторчик весело зажужжал. Все равно, что мы использовали самый настоящий выпрямительный диод. На самом деле мы сделали вот такой выпрямитель из стакана с содовым раствором, алюминиевой ложкой и вот таким грифелем. По-моему, получилось здорово.